Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию выполнить очередной стример, который проверенный уже как вариант, с успехом ловит форель, щуку, окуня, судака, жереха, в зависимости от величины крючка и расцветки. Сейчас я буду изготавливать стример, который конкретно предназначен для поимки жереха и щуки, для рыбалки спиннингом. Я взял крючок щучий, так и называется в фирме Strike, он идет, вот, пайк, номер взял я двоечку и подогнул колечко. Огрузил его свинцом и по остаткам перьев, которые вот у меня имеются такие флуоресцентные, я взял, выполнил вот такую операцию, подобрал необходимое количество, сколько мне нужно для хвостика, закрепил хвостик и у хвостика я отрезал из обыкновенного упаковочного полиэтилена вот такую полоску и закрепил, как я уже неоднократно вам показывал, материал для поделки, который продается в галантерейных магазинах. Если такого материала нет, можно заменить на вот такой материал, можно заменить на фирменный материал, который продается для тела. Это уже не столь существенно. Белой ниткой я подровнял тело, так как у меня должно быть, не должно, вернее, просвечиваться свинец. Промажем немножечко клеем. Клей я использую, вы неоднократно спрашивали, вот такой. Он бывает двух видов. Это наполовину гель, бывает очень жидкий и бывает просто гель. И сейчас мы с вами изготовим тело. Обмотать необходимо люрексом до окончания нашего свинца. Вот мы с вами изготовили такое тело, как вы видите, достаточно привлекательное и хорошо играет при любой освещенности. И я поменял, поставил нить более темную. Так как будем сейчас работать с грудкой и будем изготавливать с вами опушку. Берем, клеем, ваксой, чем угодно, промажем немножечко нашу нить. Нам понадобится любой даббинг, который достаточно хорошо, хорошую имеет варсу. Для того, чтобы совсем немножко вот скрыть переход, и в то же время мы создадим контрастность. Нанесем необходимое количество так, чтобы он был и плотный, и в то же время создал нам какой-то объем. Лучше два-три раза пройти по одному месту. И сразу, там где вот у нас закончилось формирование нашего блестящего тела, проматываем, делаем утолщение, которое должно быть несколько больше по величине, чем наше тело. Столько приблизительно будет достаточно. Можно добавить еще пару миллиметров. Это уже, в принципе, вы сами посмотрите для себя, как вам нужно. Мы его не расчесывать, не причесывать не будем. Это является у нас как бы подготовительной площадкой для того, чтобы мы могли с вами закрепить крыло и в дальнейшем продолжать изготавливать нашу мушку. Стример изготавливается, в принципе, по классической схеме построения лососевых мушек. Вот так, я думаю, будет достаточно. В качестве крыла, учитывая то, что у нас достаточно уже здесь раздражающих элементов и контрастных, я буду использовать обыкновенный мех песца. Для моих американских друзей скажу Arctic Fox. И возьму совсем-совсем немножечко, вот буквально щепотку, как ампулка, для того, чтобы только лишь мое крыло создало стабилизацию при быстрых проводках, чтобы стример не прокручивался. Подготавливаем мех, удаляем небольшое количество, которое здесь есть под шерстка, промажем немножко место крепления, обязательно. И я, как всегда, промазываю совсем немножко, вот так, торец, который будет крепиться меха. И закрепим наше крыло. Мы с вами изготовили вот такое крыло. Я добавил с одной и с другой стороны по щепотке люрекса. И я подготовил небольшое вот такое перышко гризли. Для себя, в принципе, это вы можете подобрать любое перо, которое бы по величине наших бородок позволило изготовить нормальную опушку. Закрепим здесь. И буквально пару-тройку оборотов нам необходимо выполнить, для того, чтобы мы создали опушку. Как обычно, уводим бородки все назад. Следим за тем, чтобы они у нас не подминались. Выполнили с вами опушку. И теперь остается только лишь нам сформировать головку, ну и покрыть ее немножко лаком. Вот, друзья мои, мы с вами сделали завершающий узел. Нанесли буквально капельку лака. Еще придется не один раз, для того, чтобы головка сформировалась. И, как вы видите, достаточно привлекательный стример с хорошей устойчивостью при любой проводке. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание.